Серебряный призер чемпионата Европы по плаванию среди инвалидов самарец Вячеслав Ленский приехал к стадиону Самара-Арена, чтобы открыть первый инклюзивный детский игровой парк. Подобные аттракционные спортплощадки он видел только за границей. Сейчас и в спорте люди себя показывают с ограниченными возможностями и в каких-то других сферах деятельности, но особо себя не чувствуют как-то ограниченными в чем-то. То есть в принципе такие же ребята, такие же детки там так же играют. И в принципе это все за счет, ну это надо популяризировать еще больше, но уже видны какие-то первые результаты. Инклюзивный парк раскинулся на аллеи последние мили. На площадке появились детские игровые зоны и несколько спортивных объектов. Мини-футбольное поле, комплекс тренажеров, турники и батуты. Оборудование рассчитано не только на здоровых людей, но и на людей с ограниченными возможностями здоровья. Даже для колясочников. В фонде помощи детям обнаженные сердца рассказали, такие проекты уже реализованы в Волгограде, Саратове, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани и Сочи. Место это будет развиваться, да, и здесь появится еще большая транспортная доступность. Так что я уверена, что для каких-то неблизких как раз не... Все-таки в городе у вас немало классных объектов уже есть. Я очень рада сегодня, что-то даже успела увидеть. Поэтому, мне кажется, в отдаленные места тоже надо приходить с классными, качественными продуктами. Это одна из 11 площадок, которую мы открываем совместно с фондом «Обнаженные сердца» и администрациями городов. Открытие подобных площадок помогает людям выходить на улицу, общаться друг с другом, вести активный образ жизни. Это очень ценно, что находятся партнеры, которые объединяют свои усилия и реализуют в городах подобные проекты. Сразу после открытия парка аттракционные спортплощадки оценили. Там прошел мастер-класс по воркауту, а на футбольном поле товарищеский матч сыграли команды, составленные из паралимпийцев, команды «Крылья мечты» и представителей областного Минспорта. Когда губернатору Самарской области Дмитриевичу Азарову обратился фонд «Обнаженные сердца» с предложением создать такую площадку взаимодействия с компанией «Кока-Кола», конечно, было дано там согласие, и через механизмы государства частного партнерства с участием правительства Самарской области возник вот этот удивительный объект, который сразу же наполнил был жизнью. Рядом со стадионом Самара-Арена скоро вырастет настоящий спортивный городок. В планах областного правительства построить велотрек, бассейн с дорожками на 50 метров, ледовый дворец, крытый футбольный манеж и стадион по пляжным видам спорта. И некоторые из этих проектов будут реализованы совместно с бизнесменами. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов, События.